Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор устройства принципов работы, настройки и технических характеристик воздушных сепараторов. Воздушные сепараторы зерна работают по принципу отделения от зерна различных примесей за счет разности в аэродинамических свойствах. В этом видео мы рассмотрим следующие воздушные сепараторы. Воздушный сепаратор R3BSD. Воздушный сепаратор R3BAB. Кроме этого рассмотрим рабочий процесс, протекающий в воздушных сепараторах и формулы и графики зависимостей, которые применяются для проектирования этих процессов. Воздушные сепараторы. Назначение и место в машинно-аппаратурной схеме. На мукомольных заводах в подготовительном отделении зерно многократно подвергают воздушному сепарированию. После сортирования в сепараторе, обработки поверхности в обоечных машинах и обеззараживания вентолейтере. Основная технологическая функция воздушных сепараторов – это выделение из зерновой смеси примесей, отличающихся от зерна по аэродинамическим признакам. Это пыль, частицы оболочек, сорные примеси. Применяются два типа воздушных сепараторов – R3BAB и R3BSD. Воздушный сепаратор R3BAB установлен на заключительном этапе процесса очистки зерна после его обработки в обоечной машине R3BMO12 или R3BGO8 и энтолейтере R3BEZ. Воздушные сепараторы аналогичной конструкции и принципы действия применяют в блоке с сепараторами типа A1BIS и A1BLS, а также с горизонтальной обоечной машиной R3BGO6. Воздушный сепаратор R3BSD работает в сети нагнетающего пневмотранспорта как разгрузитель, а в технологическом процессе как сепарирующая машина для выделения отходов после обработки зерна в обоечной машине R3BMO6. Сепаратор установлен перед оборудованием для увлажнения и мокрого шелушения зерна. При использовании в подготовительном отделении горизонтальных обоечных машин R3BGO6 со встроенным пневмосепарирующим каналом, где выделяются отходы шелушения. Нет необходимости в последующей установке машины R3BSD. Рабочий процесс в воздушном сепараторе. Оставным параметром, определяющим возможность разделения зерновой смеси по аэродинамическим свойствам является скорость витания. Это видно из сопоставления средних скоростей витания отдельных компонентов зерновой смеси. Вы видите эти данные в таблице на слайде. При средней скорости воздушного потока 7-8 метров в секунду возможно достаточно четкое разделение зерна пшеницы и примесей. Зерновая смесь разделяется в вертикальном канале, где воздушный поток взаимодействует с движущимся слоем зерна. Воздушные сепараторы, в которых исходная смесь подается пневмотранспортом, выполняют две функции. Выделение легких примесей из зерна и вывод в аспирационную сеть транспортирующего воздуха. Технологическую эффективность в процентах работы сепараторов и других зерноочистительных машин можно определить по формуле, представленной на слайде. На слайде также представлена расшифровка обозначений, входящих в формулу. На эффективность работы воздушных сепараторов влияют удельная нагрузка, состав зерновой смеси, степень различия аэродинамических свойств зерна и примесей, средняя скорость воздушного потока, равномерность распределения скоростей воздушного потока в поперечном сечении канала в рабочей зоне. Влияние удельной нагрузки Ку малое. На эффективность сепарирования можно проиллюстрировать зависимостью, которая получена при ширине пневмосепарирующего канала 150 мм. Начальной скорости движения зерна 0,3 м в секунду и средней скорости воздушного потока 5,5 м в секунду. График зависимости эффективности пневмосепарирования это от удельной нагрузки Ку малое представлен на слайде. С увеличением скорости витания примесей эффективность их отделения снижается. Так, при изменении средней скорости воздушного потока с 4,4 до 5 м в секунду эффективность очистки повышается с 25,3 до 44,8%, а дальнейшее увеличение скорости вызывает увеличение количества зерна в отходах. Высокая чувствительность процесса пневмосепарирования к изменению средней скорости воздушного потока определяет значимость фактора однородности поля скоростей в поперечном сечении пневмоканала. Воздушный сепаратор R3BAB Конструкция воздушного сепаратора R3BAB обеспечивает предварительное расслоение зерновой массы, равномерное распределение зерна по длине пневмосепарирующего канала, возможность изменения поля скоростей в канале и регулирование подачи воздуха. Воздушный сепаратор R3BAB включает следующие основные узлы. Корпус с пневмосепарирующим каналом, вибролотковый питатель с приводом, приемное и выпускное устройство. Корпус 1. Изготовленный из листовой стали с основанием из уголков, установлен на подставке. Передняя стенка корпуса является стенкой пневмосепарирующего канала 14. Задняя стенка имеет жалюзи 18, через которые воздух поступает в пневмосепарирующий канал. Внутри корпуса установлена подвижная стенка 15 пневмоканала. Она состоит из двух неравных частей, соединенных шарнирно. Верхнюю часть, составляющую примерно 1,6 длины всей стенки, и нижнюю можно перемещать при помощи штурвалов 11 и 16. При этом изменяется профиль сечения пневмосепарирующего канала и, соответственно, скорость воздуха в вертикальном сечении. Расход воздуха в пневмоканале регулируют дроссельной заслонкой 17 с помощью штурвала 19. Визуальный контроль процесса сепарирования можно вести через прозрачные окна 13, расположенные по вертикали в боковых стенках корпуса. Предусмотрено освещение зоны пневмосепарирующего канала светильником дневного света. Верхняя часть канала соединена с аспирационной сетью, патрубком и воздуховодами. Приемная камера 4 сварной конструкции с отверстием верхней части и смотровыми окнами на боковой поверхности служит для поступления зерна. Вибролоток 7 сварной конструкции соединен с корпусом резиновыми подвесками 5 и цилиндрическими пружинами 12. Резиновая накладка вибролотка служит днищем приемной камеры. Вибролоток опирается на винтовое устройство ограничителя хода 10, с помощью которого устанавливается максимальный зазор между вибролотком и приемной камерой пневмосепарирующего канала. Масса зерна, находящаяся в приемной камере, преодолевает сопротивление пружин 12 и устанавливает рабочий зазор между вибролотком и приемной камерой. При уменьшении подачи зерна вибролоток поднимается и уменьшает зазор. Таким образом, постоянно образуется зерновой затвор, препятствующий подсосу воздуха в пневмоканал через питающее устройство. Привод вибролотка осуществляется электромеханическим вибратором 6. Представляющим собой электродвигатель, на обоих концах вала которого закреплено по два груза дебаланса. Один из них может поворачиваться относительно другого. Взаимное расположение грузов определяет амплитуду колебаний вибратора. Технологический процесс в воздушном сепараторе проходит следующим образом. Исходное зерно поступает в приемную камеру и затем на вибролоток 7. На нем выравнивается слой зерна по всей длине пневмосепарирующего канала 14. И происходит в всплывание легких примесей в верхний слой. Подготовленная таким образом зерновая смесь поступает в зону действия воздушного потока. При этом легкие примеси не испытывают сопротивления зернового слоя, что повышает эффективность их выделения в пневмосепарирующем канале. Основное количество воздуха проходит под вибролотком, объединяется с воздухом, поступающим через жалюзи 18 и пронизывает слой зерна. Дополнительное поступление воздуха через жалюзи препятствует оседанию пыли на стенках пневмосепарирующего канала. Очищенное зерно 2 выводится через конус 9, а воздух с легкими примесями 3 в систему аспирации. Настройка и регулирование сепаратора R3BAB осуществляется следующим образом. Перед пуском машины проверяют затяжку всех резьбовых соединений и особенно крепление вибратора. Амплитуду колебаний вибролотка регулируют в пределах 1,5-3 мм. Изменением взаимного расположения грузов вибратора. При сближении грузов амплитуда увеличивается и наоборот. Смещение грузов верхний и нижний пар должно быть одинаковым и примерно равным 90-100 мм. Измеренное по кратчайшему расстоянию между уголками смещенных грузов. Для регулирования амплитуды снимают верхний и нижний кожухи вибратора. Освобождают болты крепления крайних грузов каждой пары. Устанавливают их в требуемое положение. Снова закрепляют и надевают кожухи. Вибролоток должен свободно вибрировать от руки, не касаясь стенок приемной камеры. Расстояние между днищем резиновой пластиной вибролотка и кромкой приемной камеры должно быть одинаково по всей длине и равно 3-4 мм. Регулируют рабочий зазор изменением натяжения подвесных пружин, а максимальный зазор устанавливают ограничителем хода. Подвижную стенку пневмосепарирующего канала устанавливают так, чтобы ширина канала в верхней части была больше, чем в нижней. При этом дроссельная заслонка должна быть прикрыта, что обеспечивает равномерность поля скоростей по ширине канала. После настройки основных регулируемых параметров проверяют частоту и амплитуду колебаний на холостом ходу. При отсутствии посторонних шумов, стука и вибрации подают зерно. Для достижения оптимальной производительности и эффективности проводят дополнительную регулировку положения дроссельной заслонки и подвижной стенки. Для визуального контроля процесса сепарирования рабочую зону освещают светильником во время регулировки. Положением подвижной стенки в нижней части пневмосепарирующего канала можно обеспечить горизонтальную подачу зерновой смеси в зону действия воздушного потока, что повышает эффективность очистки. При наличии зерна в отходах скорость воздуха снижают. Правильное сочетание настроек воздушного и зернового потоков обеспечивает эффективность сепарирования не ниже 90% без уноса полезного зерна в отходы. Оптимальные значения нагрузки и средней скорости воздушного потока для очистки пшеницы от легких примесей находятся соответственно в пределах от 85 до 110 килограмм в час на сантиметр и 4,4-6,1 метра в секунду. Широкие возможности настройки режимов процесса воздушного сепарирования с удобством визуального контроля процесса и высокая эффективность отличают воздушный сепаратор R3BAB от других типов сепараторов аналогичного назначения. Техническая характеристика воздушного сепаратора R3BAB представлена на слайде. Воздушный сепаратор R3BSD предназначен для выделения примесей отличающихся от зерна аэродинамическими свойствами, а также для отделения транспортирующего воздуха от зерна. Сепаратор R3BSD состоит из следующих основных узлов. Колпака приемных и выпускных устройств распределителя внутреннего кожуха пневмосепарирующего канала и сигнализатора уровня зерна. Колпак 20 представляет собой сварную конструкцию, в верхней части которой приварены винты для крепления и регулирования положения направляющей конической воронки 2. В колпаке имеются три смотровых окна 4. Колпак надевается на распределитель 3 и устанавливается на направляющее кольцо 7. Внутри приемного устройства 22 сварной конструкции подвешен отражатель 21 и укреплен приемный патрубок 1. Распределитель 3 сварной конструкции состоит из конусной и цилиндрической частей и надет на внутренний цилиндрический кожух 6. Внутри кожуха приварен перевернутый усеченный конус, образующий осадочную камеру 5 для тяжелых относов. Между распределителем 3 и кожухом находится кольцевой пневмосепарирующий канал 17. К конусу с помощью фланца прикреплен электросигнализатор 14 уровня зерна, состоящий из корпуса и чувствительного элемента – педали, находящийся внутри конуса. В корпусе сигнализатора имеются микропереключатель, нажимное устройство и пружина возврата. При заполнении выпускного конуса зерном педаль сигнализатора поворачивается, преодолевая сопротивление пружины. Нажимное устройство включает микропереключатель, электрический сигнал передается в систему блокировки подачи зерна, в результате чего отключается подача зерна. При снижении уровня зерна в конусе педаль под действием пружины возвращается в исходное положение. Микропереключатель отключается, и в сепаратор начинает поступать зерновоздушная смесь. Технологический процесс в сепараторе R3-BSD протекает следующим образом. Поток зерна с примесями, совместно с транспортирующим воздухом, поступает в приемный патрубок 1, и, ударяясь об отражатель 21, падает в направляющую воронку 2, где происходит основное разделение зерновой массы и воздуха. Зерновая масса затем попадает на распределитель 3, скатывается по нему через внешний кольцевой канал 18 на направляющее кольцо 7, и далее поступает в восходящий поток воздуха. Очищенное зерно падает вниз и выводится через конус 13, а легкие частицы поднимаются вверх. В осадочной камере 5 происходит второй этап разделения. Тяжелые относы 4 под действием гравитационных сил выпадают из воздушного потока и выводятся через патрубок 9. Легкие под действием аэродинамических сил поступают в центральный отсасывающий патрубок 12. И вместе с воздухом через задроссельную насадку 10 выводятся для последующей очистки в фильтре. Таким образом, воздушный сепаратор R3BSD разделяет зерновоздушную смесь на три фракции. Зерно, тяжелые относы и воздух с легкими относами. Эффективность сепарирования зависит от удельной нагрузки, равномерности подачи зерна и от количества воздуха, проходящего через сепаратор. По данным испытаний, сепаратор R3BSD обеспечивает эффективность очистки зерна от легких примесей, равную 93,5%. Настройка и регулирование процесса осуществляется следующим образом. Равномерность распределения зерна регулируют положением направляющей воронки с визуальным контролем через окна. Скорость воздушного потока изменяют регулятором дроссельной заслонки на основании анализа зерна и тяжелых относов. Если в относах обнаруживаются целые зерна, скорость воздуха уменьшают. Техническая характеристика воздушного сепаратора R3BSD представлена на слайде. Спасибо вам за внимание. В этом видео мы рассмотрели устройство, принцип действия, технические характеристики и настройку воздушных сепараторов зерна. Спасибо вам за внимание. Желаю вам всяческих успехов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик уведомления и в колокольчике все уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok